Программа модернизации здравоохранения на Ставрополье нужно совершенствовать. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил в ходе рабочей поездки в Андроповский округ. Глава региона осмотрел отремонтированную поликлинику в селе Курсавке. Работы начались в 2021 году, а завершились в ноябре 2022. Владимиров отметил, что выполнено все хорошо, а вот другим отделениям больницы нужен ремонт. Нам нужно дальше продолжать совершенствовать программу модернизации и заходить еще глубже в систему здравоохранения Ставропольского края, чтобы все те объекты, которые требуют и кричат о капитальном ремонте, продолжать их ремонтировать. Поэтому здесь продолжим работать и с федерацией отрабатывать, и сами планировать собственные действия для того, чтобы нам нужно усиливаться. В Левокумском округе обновят более 9 километров региональной дороги. В ходе капремонта демонтируют старое полотно, обустроят выравнивающий слой асфальтобетона и нанесут верхний слой покрытия, сообщили в Миндоре Ставрополье. Также в этом году на дороге урожайные Турксат Арсгир обновят дорожную одежду и укрепят обочины. Работы пройдут по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В Благодарненском округе планируют построить очистные сооружения на 3000 кубометра. Сейчас село Елизаветинское и поселки Большевик и Ставропольский получают воду из подземных источников, сообщили в Краевом министерстве ЖКХ. Для улучшения ситуации с водой нужно построить новые очистные сооружения. Вопрос об источниках финансирования для разработки документации сейчас решается. Районная больница предгорного округа получила автомобиль скорой помощи. В новом транспорте есть все. Современное оборудование, акушерское, реанимационное, травматологическое и педиатрическое укладки, сообщили в правительстве региона. Транспорт приобрели по программе обновления автопарка медучреждений Ставрополья.